господа всем доброго утра как всегда у нас новый солнечный день на сноу кайт ворде мы проводим тесты в рамках сноу кайт тура в заполярную тундру кольского полуострова и сегодня настало время поговорить о новом кайте от компании корр называется xr итак кайтик xr это дельта боу кайт так пишет сам производитель в принципе действительно видно по профилю что кайт выглядит как дельта кайт и на задней кромке есть небольшой вырез что его может характеризовать как будто кайты типа боу материалы которые используются в конструкции производитель заявляет что это какие-то несколько особенные материалы которые производятся более того в германии они на других более дешевых фабриках в китае возможно так визуально сложно это определить но и это наверное повлияло на цену скажем так сразу что кайты корр наверное одни из самых дорогие в индустрии вообще в конструкции используется 5 поперечных баллонов поэтому кайт имеет достаточно жесткую форму в небе когда он летит по задней кромке у нас есть серии усилений это такие докронные треугольные вставочки в принципе задняя кромка достаточно легкая просто усиление используется с помощью докроновой ленты кстати она и достаточно тонкая возможно кстати вот именно поэтому что в кайте используется не большое количество до крона до крона это довольно тяжелый материал кайт в небе ощущается очень легким но он не перетяжелен это вот факт на управление это сказывается в этом еще подробнее поговорим на задней кромке существуют специальные такие бампера чтобы стропы не перехлестывались по передней кромке у нас также есть докроновое усиление но все сделано очень лаконично это не какие-то такие большие мощные накладки как на некоторых других брендах здесь буквально действительно докроновые вставочки ну может быть они как-то чуть раскрашены то есть принципе видно что у кайт усиление есть но в принципе здесь не переборщить в конструкции используется брайдл с четырьмя точками крепления куполу и 3 ролика поэтому кайта большой диапазон изменения угла атаки крыла к ветру на куполе предусмотрены две регулировки первое на брайдли вы можете отрегулировать характеристики кайта сделать так скажем более выявленным или фристайлом здесь специальные три пиктейла на куполе регулируется брайдл и второе вы можете отрегулировать скорость маневренность отдыхчивость купола завода кайт поставляется на средней петельки но мы на самом деле рекомендуем все же сразу перерезать на крайнюю чуть-чуть добавить к кайту отзывчивости нам кажется что это можно сделать в кайтах кор используется собственная система центрального клапана накачки она отличается от других брендов и не похожа на то что мы видели до этого главное отличие в том что открывая пробку вы должны шланг вставить внутрь как бы кайта а не надеть на топчащую из кайта трубочку и тут есть маленький нюанс не к сожалению не у всех современных насосов общий внешний диаметр шланга одинаков вот перед нами два насоса современный от компании slingshot и старенький еще от компании cabrina у них разные шланги чем они отличаются посмотрите внимание что вот даже визуально не видно что внутренний диаметр вроде бы казалось одинаково это кстати абсолютно так а вот внешний диаметр этих шлангов разный и получается так что старые шланги с меньше внешним диаметром можно всунуть в это отверстие в кайтах кор современные шланги от новых насосов увеличенного диаметра я увеличенного объема у них увеличенный внешний диаметр они уже туда не оставляются поэтому возникает некоторый вопрос иногда как же накачать приходится искать специальный шланг приспособленный для вот этого отверстия в остальном система накачки кайтов кор работает очень четко нам понравилось надежно держит давление более того на пробке есть два зубца с помощью которых она зажимает это отверстие такой один зубец у нас уже почему-то сломан не знаем когда это произошло но и оставшийся зубец отлично работает хорошо прижимают пробку и все очень герметично у кайтов xr достаточно большое относительно длиннее поэтому заметили что кайт отлично вырезается против ветра ряда что кайт находится далеко в краю ветрового окна он ведет себя в краю окна очень стабильно даже в ванных ветровых условиях у кайта xr достаточно выверенная нагрузка на планке можно сказать что даже планочка легкая при этом чувствительная кайт неплохо ощущается в воздухе нельзя сказать что маневренность кайта какая-то супер фееричная но все достаточно прогнозируемая учитывая то что какая-то большое относительно удлинение можно сказать что его поворачиваемость маневренность в воздухе абсолютно достаточно тяга у кайта можно сказать что находится на среднем уровне она не супер большая слабый ветер мы иногда ощущали и некоторую нехватку но как только ветер усиливался все приходило в свою норму и даже казалось что кайт тянет чуть сильнее чем другие такая вещь как кайт лупы не самая сильная сторона этого кайта но прыжки на крюке это собственно то есть ради чего многие приобретают эту модель когда вы заводите кайт и потягиваете все планки у вас получается очень мягкий легкий лифт даст он высоко вас хорошо поддерживает и есть ощущение какой-то знаете действительно легкости видимо купол себя в небе ведет так воздушно что приятно управлять несколько удивил рестарт слабый ветер у нас были вопросы люди которые тестировали этот кайта здесь на сноу кайт ворде но слабый ветер тоже не сразу могли запустить за боковую стропу и даже за две боковые кайта летает не сразу по сравнению даже с другими моделями от компании корма от них поговорим чуть позже но как только ветер становился достаточно а не очень слабый кайта летал без всяких вопросов и так для кого же кайт он подойдет райдером как новичкам так и продвинутый уровень просто нужно понимать его характеристики в первую очередь он идеален для того чтобы кататься на дальние расстояния крутого резаться против ветра высоко и долго парить вот это его стихия он хорошо взлетает но в слабый ветер есть некоторые нюансы и новички если выберут эту модель должны это учитывать для тех кто катается давно и много будет не будет вообще никаких проблем поэтому если вы новичок или катаетесь уже не первый год и ваш приоритет это высокие полеты это легкое ощущение от кайта легкая планка не нагруженная планка это дальние поездки то смело можно выбирать модель от компании корр называется xr и кататься свое удовольствие это был обзор кайта корр xr со снова кайтворд с вами был музалецкий denis всем пока